Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы начитываем толкование откровения Яна Богослова, считает Владимир Александрович Пащенко. Но комментарий мне здесь давать не приходится, очень мало где, так как слишком подробно отец Геннадий все это разъясняет и всех святых отцов. Я очень много разных толкований считал, считаю это самое лучшее, несравненное лучшее. И думаю, что лучше просто невозможно создать. Поэтому я его поместил в свой трехтомник. Откровение 3 глава 21 стих. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его. Толкование. Побеждающему, пробудившемуся от ладейки сквозна, впустившему Христа в сердце, у кого он теперь не за дверями, а на престоле сердца, тому дам сесть со мною на престоле моем. Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Как Бог Христос всегда заполнял собой всю вселенную и был царем царствующих. Как сын человеческий, он принимает на себя всякую немощь, болезнь и поругание. И вот Голгофа, крест. Христос одерживает великую и дивную победу над сатаной. Изгоняется вон лукавый. Иван Глятьяна 12 глава 31 стих. Воцаряется сын девы. Плотью восходит на небеса и садится одесную отца. Божественную славу прославляет свое человечество. И теперь дает вместе с собой сесть на своем престоле побеждающему. Говорит мудрый Агур, сын Яковьев. Три вещи непостижимы для меня и четырех я не понимаю. Книга притчи 30 глава 18 стих. Так и я говорю. Шесть обетований шести церквам дивны были и непостижимы мне. А седьмое я не понимаю. Вместить в себя невозможно. Непостижимо. Как вообще можно избавиться от греха? Но Христос омывает. Но и после этого непостижимо. Почему Христос не оставляет нас на земле, но берет свое царство? Но он берет. Ну а если вошли, то уж в царстве его где-нибудь в дальнем уголке стоять. Но он возводит в город небесный Иерусалим. В этом-то городе стоят где-нибудь у врат, но Христос вводит в самый храм. Все это обещал он шести церквам и непостижимо сие. Дальше же, неужели и правда? Он возводит и сажает на самый престол, на котором сам сидит. Сидеть на престоле Христа, где владыка вселенной. Далеко внизу в чину судимых остался мир, даже чины ангельские. 1 Коринфянам 6 глава 2-й третий стих. И вот престол Бога. Когда-то я червь, не впускал его в сердце. И вот я там, куда чины ангельские не смеют взирать. Кто достоин всего? Никто. Кто может понять? Я не могу. Но таково обетование. И с верой принимаем, смолкаем в смирении. Откровение 3 глава 22 стих. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Толкование. Господи, если сие все даешь слышать уху нашему, то что еще уготовил ты любящим Тебе? Что имеет в виду апостол, когда говорит, того не слышал уха? Откровение 4 глава 1 стих. После сего я взглянул, и вот дверь отверстна на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Толкование. Начинается открытие основной картины апокалипсиса. Иоанну отверзается небеса, и он начинает видеть небесное. После сего я взглянул. После чего? Нельзя думать, что вот прошли 7 периодов земной истории, церкви, и после этого Иоанн видит церковь, восхищенная на небо. Сектанты учат, что между 3 и 4 главами откровение происходит восхищение церкви. Главы с 4 по 19, говорят они, описывают великую скорбь. В главе 20 тысячелетнее царство и последний суд. В главах 21-22 описана вечность. Но это неверное деление книги. А сектантам мы всегда зададим вопрос, почему такое важнейшее эскатологическое событие, как восхищение церкви, по важности этого события сравнимо только с творением человека, с первым пришествием Христа в мир для спасения людей и основания церкви и со страшным судом, вообще не описано в апокалипсисе. Книга о Христе, грядущем, вообще не показывает его пришествие за церковью. Ответ может быть только один. Этого события перед великой скорбью просто не будет. А церковь будет восхищена только в последний день страшного суда. Так что слова «после сего» относятся к слову «взглянул». «После сего» здесь означает, что произошло это после первого видения, после того, как Христос, явившись посреди семи светильников, дал Иоанну семь посланий. «Ведь после этого, а не после седьмого периода, взглянул Иоанн. По прекращению первого видения он поднял очи своих небу, взглянул, и вот дверь отверстила на небе. Это явление дивное и столь желанное. Как часто мы взираем на небеса, и над нами все тот же неизменный, то бесконечно синий, то облаками затянутый, то ночной, черный с мерцающими звездами купол неба. И всегда он заключен. «Бесконечная глубина неба манит, и хочется с Исаи воскликнуть, «О, если бы ты расторг небеса!» Исаи 64 глава 1 стих. «Иго дверь отверстила на небе. Взгляд его проникает дальше, сквозь эту дверь, и видит он от века сокровенное, таинственное. Это голос Христа, призвавшего Иоанна, увидеть первое видение, призывает теперь его к иному. Он сказал, «Зайди сюда!» Христос уже не на острове, где он ему вначале явился, а на небе. Куда я зовет своего ученика, призывает его оставить всякое земное помышление и вознестись к небесному. И же Херуимы тайнообразующие, всякое ныне житейское отложим по печенье. И покажу тебе, и в дальнейшем почти все является видимым в образах. Чему надо жить быть после всего? После чего? С одной стороны, после того времени, когда жил Иоанн, ибо слова эти обращены к нему. С другой стороны, открывается дверь на небо, где предстоит то, что будет после этой земной жизни. Иоанн ко времени получения откровения был уже древним старцем. Ему было больше 90 лет. Близилось время, когда он должен был оставить этот брендный мир и войти туда на небеса. Но прежде ему дано было войти туда духом своим, чтобы оставить всем поколениям картины грядущего. Откровение 4 глава 2 стих. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Толкование. И тотчас видим мы всемогущество Христа как Бога, что сказал, то и стало. Земному велел зайти на небо, и совершается. Тотчас в один миг Иоанн оказывается не в пространстве между мириадами звезд, и даже не среди звезд небесных невидимых, ангельских сил бесплотных, а сразу у престола Всевышнего. В самом центре вселенной, там, где восседает Бог, но восходит он не в теле, а в духе. Тело святого Иоанна пребывало на острове, дух же его оставил землю, прошел небеса. Вошел через дверь небесную и оказался там, куда нет ныне входа смертным. Можно себе представить, как он, несколько оправившись, оглядывается, где же он теперь, что перед ним раскрывается. Нечто им невиданное и дивное. Бог вездесущий дух, и не связан местом и пространством, он везде. Но есть места особого пребывания Божия. Таковы на земле церковь, христианская, душа верующая, храмы Божии. Таковы миры невидимые. И вот он, престол Божий. Хотя, конечно, само понятие места не должно пониматься буквально, так как мы его понимаем сейчас. Место и пространство, понятие видимого мира. Престол Божий, невидимое. Это сердце Вселенной, в котором она существует и животворится. Как и тело человеческое, от сердца имеет жизнь. Престолом же именуются чины ангельские. Об этом ангельском чине пишет апостол Павел. Послание Коосима, 1 глав 16 стих. В небесной иерархии ангелов, составленном Дионисием, археопагитом, это седьмой чин. Первое – ангелы, второе – архангелы, третье – начало, четвертое – власти, пятое – силы, шестое – господство, седьмое – престолы, восьмое – херувимы, девятое – серафимы. Но не только на престолах восседает Бог. Мы считаем и то, что Он восседает на херувимах. Псалом 98, 1 стих. А с другой стороны, престолом означается и Божие во святых упокоения, ибо и на них, в своих верных угодниках, в людях-праведниках Он почивает, как на престоле. На небесном престоле был сидящий. Это Бог-Отец. Когда Иоанн в первом видении узрел в Христа, то увидел Его подобным Сыну Человеческому. Он описывает его вид. Лицо, волосы белые, очи огненные. Здесь же просто сидящий. Это потому, что Бог, Сын, воплотился, и мы видим Его, как человека. Бога же Отца не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна, 1 глава 18 стих. Пишет Иоанн уже после того, как Ему было дано откровение. Евангелие Иоанн написал после апокалипсиса. Он видит сидящего, но вид его не описуем. Нет ни одного штриха и его лика. Сидящий, таинственный, страшный, невидимый Бог. Подобное видение сидящий на престоле имел и древний пророк Исаия. Исаия, 6 глава, 1 стих. Видел и пророк Даниил ветхого днями, сидящего на престоле. Даниил, 7 глава, 9 стих. Даниил описывает некоторые штрихи божественного лика. Ветхими днями одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Если Христос, Сын Божий, есть и истинный человек, Сын человеческий, то Бог здесь только явился в виде ветхого днями, старца. Но Он не является таковым по Своему существу. По естеству Своему Он невидимый. Бога же и Божество, и Отца, и Сына, и Святого Духа видеть невозможно. Божество не есть нечто видимое. Оно может только видимой являться, а Его самого видеть невозможно. Евангелие от Яна, 1 глава, 18 стих. 6 глава, 46 стих. 1 Тимофеев, 6 глава, 16 стих. 1 Иоанна, 4 глава, 12 стих. Исход, 33 глава, 20 стих. И в вечности никакая тварь, даже высшие чины ангельские, Серафимы, Его не видят. Исайя, 6 глава, 2 стих. Ибо Он невидимый. Видеть не в видении, а как Он есть. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Мы будем Христа в воскресшей плоти. То, что здесь надо разуметь именно плоть, а не божество Христа, свидетельствует тем, что будем подобны Ему именно по воскресшей плоти. Ибо Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Послание к филиппийцам, 3 глава, 21 стих. А с другой стороны, нельзя считать, что мы будем видеть только видение, а не самого Бога. Ведь сказано в Евангелии, чистый сердцем Бога узрят. Матфея, 5 глава, 2 стих. В этом великая тайна. Никогда не видя, мы будем видеть. Здесь ум останавливается, как и всякий раз, когда затрагиваем неизреченную тайну Бога Пресвятой Троицы. А посему не ум надо напрягать, а сердце очищать и склонять колени. Откровение, 4 глава, 3 стих. И сей сидящий видом был подобен камню, яспису, и сардису, и радугу вокруг престола, видом подобное смарагду. Толкование. Вид неописуем. И Иоанн уподобляет его виду драгоценных камней. Пытается найти какие-то земные подобия. Сардис – камень красного цвета, как цвет огня. Этим обозначен гнев Божий, готовый злиться на грешный мир. Яспис – цветом зеленый, означает, что Божество вечно цветущее, живононосное и пищеподательное. О ясписе еще говорят, что для диких зверей и привидений он страшен, а для нуждающихся в духовном враче, в качестве полезен. Камень этот целителен также при опухолях и ранах, происшедших от меча. Так сидящий на престоле подобен вечно цветущему, живононосному, пищеподательному, целительному. Радуга была дана некогда людям, положено Богом в облаке, как знамение у вечного завета землей, людьми и животными, населяющими ее. Видом своим она самому Богу напоминала этот завет, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустушении земли. Впредь во все дни земли сеяние жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие 9 глава с 11 по 15 стих. И 8, 22. Заканчивается дождь, и люди видят радугу, знаменующую его окончание. И каждый раз она вновь дает упование, что нет, Бог не уничтожит снова землю водами, ибо благодать и милость его снова над людьми. И вот Иоанн видит радугу, это знамение завета, видит там на небесах вокруг престола. Это говорит о том, что небесные видят это знамение своего завета земными. Радуга на земле, всегда полукруг. Здесь же она, вокруг престола, то есть полный круг. Иезекииле, пророк, видя небесный престол, видел, что сияние было вокруг него. В таком виде бывает радуга на облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние. Иезеки 1 глава, 27-28 стих. Это свидетельство того, что наш видимый мир это только половина существующего. Полукруг. А есть и мир иной, невидимый. Откуда мы уже видим все, полный круг. Полный круг вокруг престола, не имеющий ни начала, ни конца. Это и символ вечности. Эта радуга указывает и на различные ангельские чины, которые, подобно ей, окружают небесный престол. Еще одно отличие этой радуги от земной в том, что она не семицветная, а видом подобная смарагду, изумруду. Одноцветная, зеленая. Цвет изумрудной зелени указывает опять, как цвет ясписа, на жизнодательную силу, что Господь животворящий указывает на вечное цветение и жизнь. Поэтому и верующие, наслажденные в доме Господнем, они цветут во драк Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Псалом 91, 14-15 стих. Откровение 4 глава 4 стих. Ивакук престола 24 престола, а на престолах видела сидевших 24 старцев, которые обличены были в белой одежде и имели на головах свои золотые венцы. Толкование. Подобное видел и пророк Даниил. Видел, что помимо престола ветхого днями поставлены были престолы, на которые судьи сели и раскрылись книги. Даниил, 7 глава, 9-10 стих. На 24 престолах видит Иоанн сидят 24 старца. На каждом престоле один. Кто эти старцы? Об этом можно заключить из песни, которые сами поют Христу. Ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена языка и народа и племени. Откровение 5 глава, 9 стих. Эти 24 старца искуплены от всякого народа и племени и колена олицетворяют собой Церковь Христову. Это 24 патриарха 20 Ветхого Завета и 12 Нового. 12 Ветхого Завета и 12 Нового. 12 патриархов Ветхого Завета это 12 сыновей Якова, родоначальники 12 колен Израиля. Другие 12 Это 12 апостолов Иисуса Христа. Они родоначальники всех колен христианской апостольской церкви. Послание к официанам 2 глава 20 стих. Им сам Христос обещал, что сядете и вы на 12 престолах судите 12 колен Израилевых. Матфея 19 глава 28 стих. Вместе они представляют собой все Ветхое и Новозаветную Церковь Божию. Как говорят о 12 апостолах на небе, то иногда спрашивают, а кто будет 12 апостолом? Матфей или Павел? Вопрос этот лишен всякого основания. Ибо сказано, и выпал жеремьем Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Деяние 1 глава 26 стих. Значит, Матфей вообще же апостолов в то время было много. Ведь Господь помимо 12 апостолов поставил еще 70. Павел был совершенно особым образом самим Богом избран и поставлен в апостол язычников, а не в число 12. Если же он более потрудился с тем остальные апостолы, 2 Коринфянам 11 глава 23 стих, то и готовится ему на небе соответственно венец. 2 Тимофей 4 8. Ведь был же Ян Креститель наибольший из рожденных женами Матфея 11 глава 11 стих, но не входил в число 12 апостолов. И еще число 24 равняется 12 умножить на 2, означает украшенных и словами и делами. Старцы эти обличены были в белой одежде, как и обещал Христос облечь побеждающих, и имели на головах своих золотые венцы, знак одержанной победы над демонами и грехом, и сохранить верность до смерти. Откровение 2 глава 10 стих. Так в лице своих патриархов и апостолов окружается престол Божий церковь ветха и новозаветней. Откровение 4 глава 5 6 стих. И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьи, и перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. Толкование. Этим указывается как страшен и ужасен Бог для недостойных, его долготерпения и пощады. У достойных же эти молнии и громы не вызывают страх, но молния просвещает духовные очи, а гром услождают слух. Это для верных, для неверных же это суд и кары. Непосредственно уже перед самим престолом Божиим семь светильников огненных, которые постоянно горят. Это либо семь ангелов превосходящих всех иных, как объясняет Иериней Леонский, либо же полнота Духа Святого, семь даров живототворящего Духа. Смотрите первую главу Откровение 4 стих и третью главу 1 стих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, как бы на подступах к престолу это стеклянное море. Мы знаем, что море никогда не бывает спокойным, вводу его вечное движение. Наше море образ земной жизни вечно волнующейся, образ моря житейского, подобное кристаллу. Стеклянное море перед престолом означает успокоение, вечный покой, нетревожимый уже ничем, чистоту и светлость небесной жизни. Это образ сил небесных, множества святых, упаковившихся душ праведников. Душа, пребывающая в вечных тревогах и волнениях, странствуя здесь по житейскому морю, упаковывается там во святых. Никакой грех и никакая беда уже не возмущает ее там. Вечен покой святых перед престолом Божиим. Море это, подобно кристаллу, означает красоту и совершенство обрезших небесный покой праведников. Это стеклянное море перед престолом Всевышнего указывает возможно и на те таинственные воды, которые превыше небес. Даниил 3 глава 60 стих. И псалопевец Давид призывает хвалить его небеса и воды, которые выше небес. Псалом 148 4 стих. И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. В непосредственной близости престола видит Иоанн четырех животных. Животные в данном случае живые существа, а не животные в смысле звери. Эти животные были исполнены очей, что говорит о способности их к созерцанию божественных тайн и славы. Откровение 4 глава 7 стих. И первое животное подобно льву и второе животное подобно телецу и третье животное имело лице как человек и четвертое животное подобно рул летящему. Толкование Можно указать на два значения их. Во-первых, введение святого Иоанна сильно перекликается с введением Иезекииля. Иезекииль 1 глава. Иезекиилю было явлено слава Господне на таинственной колеснице. Где тоже были четыре животных Каждое имело четыре лика Льва Тельца Человека и Орла На колеснице был престол Сына Человеческого Так под этими четырьмя животными можно понимать четыре высших ангела Херувима пред престолом и посреди него находящихся И на них четыре стихи мира на которых было указано еще древним философами земля вода воздух и огонь Современные ученые говорят о четырех состояниях вещества в нашем мире твердом жидком газообразном и плазменном Это царствование Божие через своих ангелов над миром птиц орел диких животных лев и домашних телец над человеком человек имеют своих ангелов и людей Матфея 18 глава 10 стих Деяния 12 глава 15 и народы Второзаконие 32 8 Даниил 10 глава 13 20 стих и стихи Откровение 7 глава 1 стих 14 глава 18 16 глава 4 стих Иезекииль 6 41 С другой стороны эти четверо животных указывают на церковь и ее четырех евангелистов подобно явленному Иезекиилю Христос Сын Человеческий как на некой таинственной колеснице движимой этими четырьмя животными херувимами это божественная колесница Евангелист Матфей уподобляется человеку в его Евангелии Христос особенно показан как сын человеческий его человеческой природе Евангелист Марк уподобляется льву ибо особенно показывает Христа царя в его царственном служении Евангелист Лука уподобляется тельцу животному жертвенному Ибо показывает нам Христа, как жертву за грехи мира заколаемую. Орлу летящему подобит евангелист Иоанн. Ибо высоко парит на крыльях духа с верах небесных, созерцает тайны Божии. Предвечное божество Христа. Матфей пишет о родословии Христа человека. Иоанн о не имеющем родословии в предвечном логосе. Первые три евангелиста описывают жизнь Христа. А Иоанн – духовный ее смысл, созерцаемый им, как орлом летящим. Так в первых евангелиях, например, описывается и заповедуется крещение. А у Иоанна говорится о тайне рождения от воды и духа. Первые три описывают тайну вечеру. А Иоанн, даже не описав само преломление хлеба Господом, говорит о таинстве небесного хлеба, притечении тела и крови, о жизни, честь то даруемое. Так на иконах евангелистов и на самом Евангелии нередко изображение этих четырех животных. Но не на самих только евангелистов, а и на всю Евангелию, просвещенную церковь, указывают эти четыре животных. Ибо и сами они говорят, пославляя Христа, «Ты был заклон и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Откровение 5 глава, 9 стих. Почему же Иоанну церковь является одновременно в виде двадцать четырех старцев и четырех животных? Двадцать четыре старца – это, собственно, сама церковь, в лице ее ветхозаветных патриархов и новозаветных апостолов. А четыре животных показывают в лице евангелистов характер и содержание церкви. Это олицетворение церкви. Те из Евангелия Христос соделывает своих детей царями, подобными льву. Как и мудрый Соломон заметил, нечестиво бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притча 28.1. Те из Евангелия же христиане становятся к подобному телцу в упорном, безропотном труде, обретает характер жертвенный, самоотверженный. Безропотно и много отрудившись, телец обычно бывает заколаем под конец. Так и у христиан. Так и у христианина. Труд и жертва, труд для других и жертва себя. Евангелие нам возвращает лицо человека. Человек сотворен по образу и подобию Божию, но давно утерял это подобие через грех. У подобию своевному, лукавому. Его через Евангелие восстанавливает сыр человеческий в нас лицо человека, первозданного, неизвращенного, богоподобного. И подобное орлу летящему, оторвавшись от земли, богословствующие, подвижники, аскеты, монашествующие люди, склонных к созерцанию воспринятия мира, глубоко проницающих в тайны судьбы Божьих. Посмотрим на себя, подобны ли мы этим животным. Они ли олицетворяют наш характер, или более олицетворяют наши гордые павлины, хитрые лисы, ядовитые змеи. Здесь он берет, в первую очередь, Андрея Кесарика Падокийского и всех святых отцов, толкование которых сохранилось. Это огромная-огромная работа. Я знаю, он ровно три года над этим трудился. Здесь ничего добавлять-то нет. Если кому-то открыто, может, что-то сверх того. Ну, не знаю. Нам показать только людям в конце то сокровище, какое у нас есть. Это Новый Завет, Трехтонник, откуда мы берем. Полное толкование Нового Завета по Блаженному Пепелакту и откровение по Святым Отцам. Впервые вышло, что полностью в одном издании, неразрозненное. Полное толкование Нового Завета. Все. Ну, у нас тут есть такой вот наш сайт «Восвете Библии», православный библейский сайт. Вот, 4124 ответа по темам. Все разбито по папкам в витконе Хайти. Православный форум Игнатия Лапкина. Вот его ткнул, и сразу на форум вопросы. 1444 тем. Открыт у нас православный видеоканал «Открытым оком» во Святи Библии. Почти тысячи роликов, притом очень больших. Это как мы строим православную деревню с нуля Малтайский край. Вот, кто тут может поселиться, там не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать. Это 5 качеств необходимых для того, чтобы... Наша миссионерская деятельность. Я начальник детского лагеря, 41 год. Это все здесь находится, в роликах. Вот. Ну, а тут что сказать еще? У нас еще живой журнал. Вот он открыт. Это «Мой мир». Мой мир. Вот тут заходит человек сейчас, вот уже надо и просчитать, что он тут пишет. Сегодня познакомились, у него там медведь стоял, а я с такими не дружу. Я говорю, сначала замери, замени на свое фото-то. Ну, вот так. Видишь как? Вот пишет Игнатий, в одной из своих проповедей вы ссылаетесь на Мартина Лютера, отца протестантизма. Хотелось бы узнать, вы православный или христианин протестант? Вот видите как. Если я сослался на Мартина Лютера, значит, я уже не тот. А почему я не могу сослаться-то, если это хорошее? Почему апостол Павел ссылается? Один из стихотворцев сказал, критяне всегда лживы, утробы ленивые. Звери. Почему к нему претензий никаких нет? Ссылки мы можем делать на разные источники. А что я взял у Мартина Лютера? Его фраза. Он говорит, в мире есть одна книга Библии и одна личность Иисус Христос. Ну и что тут критического? Не знаю. Вот сейчас придется отвечать. Так, отошел я. Буду срочно отвечать. Евгений Замиятин. Евгений Замиятин. Вот как. Замиятин. Вот. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...